Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня у нас тема сложная и простая одновременно. Сложная, потому что речь пойдет об интерфейсе прикладного программирования, то есть наборе классов процедуры констант. А простая, потому что втиснуть в формат трех минутного видео урока прикладной курс Баумовского университета невозможно. И поэтому мы ограничимся базовыми и, я надеюсь, понятными определениями. Речь пойдет об API или API. API от английского Application Programming Interface. Интерфейс программирования приложений. Звучит завораживающе и немного устрашающе, поэтому дадим более понятное определение. API это розетка. У нас есть ток и есть прибор. Даже куча приборов. Какими бы не были приборы, они начнут работать только, когда будут подключены к розетке. И несмотря на все многообразие приборов, подключаются к электросети, они единообразны. Сеть предоставляет розетку, а прибор вилку. Вот API это то же самое, только для программ. Одна программа или приложение предоставляет розетку, то есть возможность использовать ее ресурсы, а другая подключается к ней и эти ресурсы используют. И взаимодействие это происходит по единообразной схеме. Ну то есть процедура уже описана заранее в этом пресловутом наборе классов функции констант. И вам остается только войти в чужой труд и воспользоваться его плодами. По сути, если бы не было API, не было бы Windows, поскольку вся эта куча программ взаимодействует между собой, использует ресурсы операционной системы и железо посредством API. То есть Win32 или 64 в зависимости от разрядности системы. Или DirectX. Это тоже набор IP, который независимо от того, какая у вас установлена видеокарта или звуковая карта и на каком графическом движке сделана игра, позволяет вам наслаждаться всеми красотами мира Half-Life. Это все здорово, но какое практическое применение этому может быть, спросите вы. Есть применение, если вы программист. Большинство крупных приложений открывают свои API и дают возможность ими пользоваться. Например, сервис по продвижению новых технологических проектов под названием Product Hunt собрал у себя на сайте коллекцию открытых API всевозможных сервисов API for Everything. Заходите, скачивайте, пользуйтесь. Тут есть API Gmail, Uber и так далее. Еще есть интересный ресурс под названием AFTTT. Название смешное, но это аббревиатура. Английской фразы IF THIS, THEN THAT. Что дословно можно перевести как «Если это, то это». А не дословно «Если в одном сервисе произойдет это, то в другом случится то». Это максимально приближенное к пользователю приложение для работы с API. Подробно я описывать его не буду, мы уже делали скринкаст о работе сервиса. Можете пройти по ссылке, там все понятно. Скажу лишь, что сервис позволяет взаимодействовать огромному количеству приложений и сайтов. И в примере, который мы рассматривали, показано, как можно настроить автоматическую публикацию статьи в ленте Facebook после публикации ее на вашем сайте, сделанном на WordPress. Вот так все примерно выглядит. Если вы совсем далеки от программирования, вам достаточно знать, что API просто существует. Но если вы более чем уверенный пользователь, вам стоит присмотреться к этому направлению в организации взаимодействия приложений. Часто это сильно упрощает жизнь. Все, любите друг друга, не бойтесь розеток, они несут смерть только тем, кто использует их неумело. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!